Добрый день, меня зовут Полина, я представляю Центр славянских культур Библиотеки иностранной литературы. В сегодняшнем выпуске подкаста я бы хотела рассказать о книге «Сердце Пармы» замечательного русского писателя Алексея Иванова. Эта книга вышла в 2003 году, что по меркам отечественной литературы, конечно же, произведение далеко не новое, однако есть кое-что, что делает его актуальным и сегодня. Вообще говоря, автор Алексей Иванов — это один из самых коммерчески успешных, один из самых популярных русских авторов. Его творчество мы можем грубо разделить на исторические произведения и произведения, действия которых происходят в современности. Я думаю, что очень многие из вас читали книгу «Географ Глобус Пропил» или, может быть, смотрели одноименный фильм с Константином Хабенским. Что же касается «Сердца Пармы», этот роман принадлежит к ряду исторических произведений Иванова. Я бы даже сказала, что, наверное, это один из лучших его романов вообще. Тот исторический отрезок времени, который он выбирает, практически не освещен в русской художественной литературе. Я бы даже сказала, что для нас исторический роман — это всё-таки Пикуль с его дворцовыми переворотами, фаворитами, фаворитками. Может быть, Алексей Толстой с его Петром Первым. Тогда как Иванов обращается к классическому русскому средневековью, он пишет о том, как происходил процесс собирания русских земель при Иване Третьем. В частности, о том, как Москва под своим широким крылом собирает, объединяет малые народы, которые не очень-то хотят объединяться. Показано это на примере пермских земель, в которых русский князь Михаил властвует в течение какого-то времени. Это человек с богатым, тонким внутренним миром, человек меланхоличный, с характером, который, наверное, больше подходит не средневековому воину, которого мы себе можем представить, а какому-то такому интеллигенту из XIX скорее века. И вот этот его характер и умение находить дипломатический язык с людьми совершенно разной веры помогает уживаться на огромной пермской территории совершенно разным народам, разным людям, которые верят в разное, которые понимают мир по-разному, которые относятся ко всему по-разному. Почему я выбрала именно эту книгу? Дело в том, что сейчас идёт действительно какой-то абсолютно невероятный бум экранизации современной русской литературы. Здесь, конечно, можно вспомнить и Зулейху, которая довольно успешно прошла по телеканалу «Россия», несмотря на все громкие дискуссии, которые вокруг неё развернулись, и «Обитель» Захара Прилепина, которая тоже должна скоро выйти на экраны. Что же касается Иванова, он здесь, пожалуй, занимает первое место в рейтинге самых экранизируемых русских писателей на сегодняшний день. Это, конечно же, и фильм по роману «Географ Глобус Пропил» с Хабенским, и это сериал по роману «Ненастье», и фильм по роману «Табол». Говорят, что не такой успешный, не такой интересный, но, тем не менее, тоже его стоит посмотреть. И, наконец, совсем недавно завершились съёмки экранизации романа «Сердце Пармы». Здесь режиссёром выступил Антон Мегердичев, который снял самый кассовый русский блокбастер, самый кассовый за последние много-много лет «Движение вверх». Сценаристом выступил Сергей Бодров. В фильме снялись совершенно прекрасные актёры Миронов, Бондарчук и другие менее известные, но тоже замечательные ребята-актеры, которых стоит увидеть на экране. Сейчас экранизация находится в стадии постпродакшена. Я надеюсь, что на выходе получится интересная, зрелищная история, которая многим понравится, которая привлечёт внимание к роману, конечно же. Ну а вам я советую сначала прочитать роман, а уже потом, где-то в 2021 году намечен выход экранизации, насладиться фильмом и сопоставить свои впечатления. И по традиции я прочту отрывок из романа. Обоз перевалил через холм. Это было бескрайнее, теряющееся у горизонта деревянное море. Крыши, башенки, шатры, столбы дыма, колокольни, деревья, голуби, вороны. Михаил понял, что совсем не помнит Москвы, детские впечатления давно оплыли, как свечи. И Москва потрясла пермского князя. Она показалась ему больше всей Пермьевеликой, больше звёздного неба, больше всего на свете. Мимо заставы обоз втянулся в улочку, и Москва постепенно окружила, облепила князя, загромоздила пространство, накрыла с головой. Лошади не замедляли шага, и поначалу казалось, что Москва должна скоро кончиться, так же быстро, как пермские городки. Но Москва всё тянулось, тянулось, тянулось и только разрасталась, будто ей воистину не было края. Избы, заборы, липы, мостки, церквушки, деревья, окошки, теремки, лужи, толкучки, сады, собаки, телеги, наличники, мастеровые, бабы, пьяницы, часовни, ратники, погреба, черёмуха, помойки, переулки, воробьи, стук топоров, голоса, колокольные перезвоны. Здесь скопилась такая необоримая сила, что дико было бы встать на её пути. Этот бескрайний город выслал отряд, поход которого показался Перми Великой целым нашествием, сражение с которым будут вспоминать внуки и правнуки Пермяков. А город даже не заметил отсутствия этого отряда, так мал был отряд в сравнении с городом. Город жил своей нерушимой жизнью. Работал, спал, торговал, веселился, плакал, молился, воровал, казнил воров, жрал, пел, писал иконы, парился в банях, строил дома, хоронил мёртвых, любил, ненавидел, щёлкал семечки. Как же управлять такой ордой, поражённо думал Михаил, чем же прокормить такую бездну праздного народа? И сразу вставала перед глазами картина. Из Москвы, как из переполненной щелястой бочки, хлещут тугие струи полков во все пределы Руси. И там без совести и сытости рвут куски из зубов, сдирают с плеч одежду, выворачивают карманы, чтобы привезти добро сюда, в этот самый большой, самый красивый, самый жадный и жестокий город вселенной. Конечно, ну что Москве вся Перм Велика, если в ней одной людей, церквей и мечей в десятеро больше? И Михаилу вдруг обострённо жаль стала свою маленькую бедную столицу. И в то же время горло перехватывало от горькой гордости, когда он думал, что всё это неоглядное, шумное и равнодушное скопище людей, маленькая чердань прикрыла собою от грозного зла из-за каменных гор. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова